После того, как вы перейдете по вкладке perfectmoney.com, у вас открывается вот такая страница, в которой вы должны нажать на кнопку регистрация и зарегистрировать свой аккаунт, если у вас еще нет здесь своего счета. Итак, я сейчас буду регистрировать такой тестовый аккаунт, назовем его dxys, ну и соответственно подставлю фамилию, человек, который будет под этим аккаунтом у меня зарегистрирован. Итак, вставляем фамилию, имя, город, указываем свой обязательно домашний адрес, все данные должны быть естественно настоящими, не подставными. Указываете страну проживания, почтовый индекс и указываете почтовый адрес, на который будут приходить письма от системы perfectmoney для подтверждения и ввода так называемого пин-кода. Обязательно email адрес должен быть настоящий и у вас всегда он должен быть под рукой, то есть вы должны им пользоваться, ну скажем так, постоянно. Итак, вводим электронную почту, свой телефон по желанию, это не обязательно графа, можно и пропустить. И придумываем пароль и подтверждаем пароль. После того, как вы ввели пароль, надо ввести цифры с картинки, постарайтесь ввести их правильно, так называемая копча, которая подтверждает, что регистрацию делает не робот, а человек. Обязательно ставим галочку, я знакомен с условиями обслуживания, да, и согласен с ними, и нажимаем зарегистрироваться. Итак, система выдает, что регистрация аккаунта завершена, на ваш электронный адрес пришел подтверждение, которое нужно кликнуть на ссылку для подтверждения. Итак, заходим на свой почтовый ящик, который вы указывали в системе, и вводите вот такой, точнее, это вам присвоили ID номер, который и будет вашим логином для входа в систему. Запишите его, скопируйте, и теперь можно уже нажать на кнопку вход, то есть войти непосредственно для использования системы PerfectMoney. И в вашем письме, который еще придет, должна быть активная ссылка. При нажатии на нее вы и подтвердите, что вы активировали свою учетную запись. Все теперь, теперь все готово для того, чтобы войти вот в эту платежную систему, пользоваться тем счетом, который система вам выдаст. Сейчас у вас появится несколько счетов, один из них долларовый. Так, нажимая на кнопку вход, вводим вот этот номер ID клиента, который вам присвоила система. Вы его вставляете сюда, это, как правило, шестизначный цифровой код. Ну и пароль, тот пароль, который вы вводили при регистрации. Также вводите с копчи цифры, которые у вас на экране, и подтверждаете вход в аккаунт. И вот вы видите, что у вас есть три счета. Это золотой счет, долларовый и евро. Нам нужен только долларовый счет, поэтому мы будем использовать его в качестве нашего платежного средства. Запишите эти цифры, скопируйте их. Вот, вам нужно будет для того, чтобы сейчас ставить его при регистрации в компании. Субтитры сделал DimaTorzok